День независимости Мы же спокойно и размеренно обсудим в инфакте актуальные события из видеоигрового мира За приятное постоянство StopGame.ru сегодня в ответе Глеб Мещеряков Где-то на востоке, ну или если вы живете в Магадане на юге, бушует выставка Tokyo Game Show, фонтанирующая массы вестей по поводу японских проектов В частности, издательство Koei Tecma сообщает дату выхода ролевой игры Nioh Самурайские похождения стартуют на PS4 9 февраля 2017 года одновременно по всему миру Не обошлось и без упоминания пост-релизного контента В сезонный абонемент, который, к слову, анонсирован пока только для японского рынка Войдет три сюжетных дополнения, где игроки смогут найти новое оружие с экипировкой и одолеть невиданных монстров и боссов И еще один бонус для своих Первая партия дисков Nioh будет идти вместе с доспехом Санады Юки Муры Настоящего самурая периода Сен-Гоку Что там с доп-контентом для Resident Evil 7 пока неизвестно Как и с самой игрой в целом, чего уж Создатели предпочитают отмалчиваться, уклоняться, непонятно тизерить и вообще сохранять таинственность Но все же совсем без конкретики при этом не обходятся Так, через официальный твиттер было подтверждено, что бонус за предзаказ действительно представляет из себя набор для выживания, способный помочь при прохождении Речь о всяких дополнительных травках, патронах и баллончиках с газом И тут же авторы поспешили заметить, что никаких микротранзакций в игре не будет И на том спасибо Как вы наверняка знаете, Соник в этом году отмечает свое 25-летие Загулял синий еж нехило Видимо не так далеки от истины были авторы сериала Соник на прокат Но сейчас не об этом Ностальгическая Соник Мэния, сделанная по олдскульным лекалам сеговских платформеров Не обойдется без коллекционного издания На радость старперам внутри стильной коробки будут лежать 30-сантиметровая фигурка ежа, взгромоздившегося на приставку Sega Mega Drive Золотое кольцо со шкатулкой в виде картриджа и металлическая карточка с ключом для загрузки игры К слову, приставка под ногами ежа будет издавать классический слоган Sega При нажатии на кнопку И только эта фича может оправдать цену в 70 долларов Наверное Если вы до сих пор играете в Destiny, ну, всякое бывает То вам наверняка будет приятно узнать, что спустя 2 года после релиза Специалисты Bungie таки добавили в мультиплеер возможность организовывать закрытый бой по своим правилам Имеется в виду выбор режима и карты Настройка, количество очков для победы, времени поединка и баланса уровня света участников Вероятно, такой щедрый подгон можно рассматривать как элемент подготовки к запуску дополнения Rise of Iron Случится он 20 сентября, в честь чего вы и наблюдали сейчас лоунж трейлер И если у Destiny дела идут ни шатка, ни валка, то League of Legends чувствует себя как никогда хорошо В свежем интервью соучредители студии Riot Games обнародовали актуальные цифры статистики касательно своей игры И оказалось, что количество ежемесячных активных ее пользователей перевалило за отметку в 100 миллионов человек Вы только представьте, 100 миллионов мамок на этой почве ежедневно подвергаются унижениям А где мамки, там и деньги на завтраки, которые нет-нет, да и оседают в казне разработчиков Это подтверждается тем фактом, что в июле Лол заняла первое место среди фритуплейных игр по доходам, получаемым со всего мира Гэгэ Ну и напоследок еще немного жизнеутверждающего от другого рекордсмена в разных областях Бобби Котик сказал, что сериал Call of Duty не закончится Колда будет всегда Логика у бизнесмена простая Уже 14 лет народ в это играет на всевозможных платформах Значит, продолжат и дальше Да и сюжет про вооруженные конфликты никогда не потеряет своей актуальности Спросите у истории человечества Так что рип-код отменяется, даже не надейтесь Тем более, что в Infinite Warfare нашлось местечко не только Киту Харрингтону из Игры Престолов Но и Конору МакГрегору из... восьмиугольника UFC Действующий чемпион, между прочим Что ж, на сегодня у меня все Не мочите ноги в лужах, будьте здоровы!